Мама, смотри! Чего это так? Не холодно. Болеешь, да? Да. Поэтому никому привет не скажешь? Нет. Слушайте, у нас сегодня мороз. У нас сегодня минус 15. И это пипец как холодно для Питера. Потому что у нас влажность высокая. И очень-очень холодно. Прям, знаете, морозы, солнце, день чудесный. У нас всегда, когда мороз, у нас всегда солнце светит. Поразительно. Кстати, может уже снежинки дать снять? Как вы думаете? Сидим дома, болеем. Слава богу, Настя, пока всё хорошо. Вчера, видите, испекла банановые маффины. Вкуснейшие просто. Осталось два. Катюш, не хочешь кексик? Да. Да? Видите, какой кашель. На день здесь. Сидим. А на коробочку смотреть не надо? Надо. Ну что, сейчас я буду готовить завтрак. Мне и девчонкам в последнее время стала жарить яичницу на сливочном масле. И вот остатки у меня зелени. Помидорки сейчас достану. И ещё, видите, лаваш. В лаваш просто завернула сыр. И в микроволновочку. Я просто, девчонки, обожаю сыр. И вот кроссвордики, кстати, разгадываем тут. Пытаюсь, по крайней мере. Стала покупать кроссворды. И теперь за завтраком. И вообще, во время еды я без ноутбука, но с кроссвордами. Так, вот такая красота у нас получается. Так, это девчонкам пополам. Три яичка я пожарила. Они просто у меня много не кушают. И батоны с маслом, с вареньем. И ещё им сметанку добавляем. Вот. На улице у нас холодно. У нас замёрзло. Ну что, мы играем, развлекаемся с девчонками. Видите, у нас есть тут детское такое домино. Из игры. Да? Игра Тома. Это же игра Тома за золотом, правильно? Нет, это мультик Том. А ещё есть игра Тома за золотом. Уже есть, в общем, про всех героев. И вот мы играем за мину. Катюш, есть у тебя Том? Есть. Нет у тебя Тома? На, бери. Есть. Это Бен вообще-то. Так, Катя пропускает ход сам начальной присадкой. Делать рентген платно. Потом объясню, почему платно. Видите, всё слое для людей. Можно конфетку скушать, можно кофе попить, сахарок. Чай не самый дешёвый. Понимаете? Видите, как всё прилично. Вот что значит платно. Да? Это тебе не наши поликлиники. В поликлинике, к сожалению, сегодня приёма нет. Точнее, был очень рано. Мы пропустили, поэтому приехали в платную клинику. Очень рано, до часа. Нет. Тут даже бахилы лучшего качества. Не такие, знаете, тоненькие, а такие прям плотные. Так что ждём. Я знаю, о чём вы сейчас все подумали. Но, но это чай. Ну, не что-то неприличное. Хотя, можно подумать на то, что я занимаюсь уринотерапией. Да-да-да. Мы вышли из клиники, я ничего не вижу. Слушай, солнце прям светит. Видите, прям припекает. В общем, всё мы сделали. Результаты завтра, поэтому едем сейчас на почту надо. А потом, может, в садик, да, заедем. В общем, короче, пришло мне сообщение о том, что в садике выдают направление на диспансеризацию. Да. Вот. И нам дают направление. Мы будем перед школой как бы проходить всех врачей. Всё такое снежное. Пошли в детский магазин. Хотим девчонкам что-нибудь прикупить. Давно не покупали. Поднять им настроение что-то. Вон, смотрите, ванна. Сейчас, ванна 4,500. Фурби Коннект новый, что ли, какой-то. Судя по цене, то он старый. Фикс Прайс зашли. Видите, какие-то корзиночки. Три штучки. Видите, даже в Фикс Прайсе всё воруют. Пустая коробка. Где у вас такие продаются? Жизнь, жизнь. Сколько так одна булочка стоит? 60. 60 рублей одна булка? Да. Что-то дёшево. То есть и ты решил гулять так гулять. Насён, покажи свои игрушки. Вот это Катина куколка. Вот такая вот, видите. Она, видите, даже куколке не хочет играть вообще. Ой, не страшно. О, Настя, что-то у тебя на полу, наверное, Настя, тебе надо играть. Бабушка, смотри. А это Настя, она такая, видите, новая куколка. У лосиных модель. Смотри, ноги колесом, блин. Настёночка, что ты делаешь? Закройте-ка глазки. И камеры тоже. Давай, закрываем. Ужас, просто какой-то кошмар. Где сама реплицовка? Да, заметно. Ну и как фломастеры хорошие? Очень. Они такие маленькие, можно их носить куда-нибудь. Всё, они и белые. Пришли результаты нашей флюшки. Ёгки страшные. Это тут лёгкие. Очаговых и инфильтративных изменений не выявлено. В общем, тут всё написано. Всё хорошо. Так. И попозже я вам включусь и расскажу, вообще, зачем мы делаем флюшку. Ну что, продолжаю влог. Сейчас я буду готовить уху. Но у меня, видите, только голова. Поэтому варю только голову. Навар, чтобы был. Так. Лёгкий супчик, так скажем. Раньше, ещё где-то года два назад, я уху вообще не понимала. И никогда её не любила. Не готовила. И никогда её не ела. Слушайте, а вот тут вдруг переклинило. И всё. И всё, что связано с рыбой, я стала... 23 февраля, кстати, сегодня. Видите, у нас снег идёт, погода шикарная. Минус 9. Но у нас постельный режим. Катюшка температурит. Очень сильно кашляет. Поэтому мы никак не празднуем. Друзья приглашали нас где-нибудь отметить всё это дело. Но мы сидим дома. Уже не раз девчонки наши планы меняют. Но дети, это же главное. Катя вообще без меня не может просто. Пойдёмте, я вам её покажу, как она у нас страдает. Чего? Ничего. Вот так вот у нас Катя страдает. Лежит. Дали только что от температуры. И ничего не делает. Кашляет. Смотрит мультики. Кушать ничего не хочет. Да, Сонышка. Что там папа делает? Пойдём. Покажешь экскурсию, Носёночка. Разве мы дома сидим, торчим. Вот этот мужской прекрасный день. Чё тут валяется? Сейчас, Катюш, приду. Давай, Настя, рассказывай. Чем тут папа занимается? Папа чинит компьютер. Ноутбук, да? Что с ним произошло, расскажи. Давай покажем немножко мужских дел на Ютубе. Это микросхема, да? Плата материнская, да? Да, это материнская плата. Как можно понять, как это посвящённый зритель, дешёвая. Да? Да. Почему? Но заготовки плат в целом, то есть... Кроме процессора, который под термопроводной трубкой, ничего нету. Короче, я всё понимаю. Смазал культу. Вот, сейчас ещё принято, просто поменяю в винду и всё. Так, в общем-то, мы сейчас... Последние, так скажем, мелочи мы доделываем в комнате. Это телевизор будем вешать. Вот, видите, уже дырки делали. Комод будем к стенке прифигачивать, потому что, вы знаете, по технике безопасности нужно все комоды к стенке крепить. В Икеа есть специальные крепежи, в комплекте идут. Даже, знаете, есть такие отзывы на комод. Типа, комод-убийца. На самом деле, это не комод-убийца, это просто люди не крепят комод к стенке. Любой комод и шкаф мы также прибивали к стенке. Это, кстати, вопрос о плинтусах. Почему мы плинтуса уже делаем после того, как стоит мебель? Потому что надо шкаф было вплотную ставить, прям впритык. И плинтус просто бы мешал... Вот, мешал бы просто ходить сюда. Мы сейчас повесим все это. И потом Ваня уже будет делать розетки и эти... Плинтуса. Вот. Собственно, вот такие моменты остались. Девчонки, продолжаю влог. И хотела бы вам показать покупки, которые мы вчера совершили в магазине. Их было не очень много, поэтому буквально одну минуту. Такая вот ваза. Беленькая, как я хотела. И вот такая вот Сакура. Там разных цветов есть. И фиолетовый, по-моему. Я решила разбавить нашу комнату таким розовым цветом немножко. Очень так красиво. Нашу комнату украшает. Привет, зайка. Даже видите, один цветочек покатил в голову. В голову. Заколочку сделали. Из одного цветочка. Видите? Да? Да. Как ты себя чувствуешь? Хорошо. Да? Еще одна покупочка была. Это вот такая вот банка. Специально купила под кофе. Потому что у нас кофе всегда стоит в упаковке. То есть мы его распечатываем в зерна. Да? Мы покупаем. И потом она просто открытая стоит. Ну, как бы закрепляем. Такую штучку, да? Специально. Но я решила под кофе специальную баночку купить. И видите, она специально под кофе. Тут даже написано капучино, кофе, нарисованы всякие тортики, очень вкусные такие пончики. Все под всякие мелочи, именно в комод. Вот такая вот корзиночка. Очень милая тоже. Она самая простая, с бантиком. Там тоже разные цвета были. Но я купила такую. Повторюсь, под мелочи себе в комод. Взяла девчонкам вот такие вот кисточки. Еще не пользовалась, не знаю. Каза, кстати, нарисована. А Ваня еще взял вот такие вот воздушные зерна риса. Он любит. Но, если честно, я не пробовала. Но он говорит вкусный. Он взял сразу 4 пачки. Вот чемоданчик. Это фломастеры здесь в комплекте. Идут 10 штук вроде бы. Очень хороший фломастер. Настя довольна рисует. То есть вообще никаких нареканий. Очень ей понравились. В общем-то, как я и сказала, покупок было очень мало. Я решила не покупать ненужные какие-то вещи. Хотела бы вам сейчас рассказать про то, почему нас не берут в садик. Получилось, что когда мы сделали манту Насте, у нее не показало ничего. То есть просто точечка. То есть не покраснение ничего. Просто точечка. То есть место укола было. И нас отправили в туб-диспансер. Получается, что мы пошли. Мы же в платной клинике все это делали. Нам дали направление в туб-диспансер. Мы все это время ходили в садик, потому что мы были здоровы. Запись в туб-диспансер у нас полтора месяца. Представляете? То есть мы записались, по-моему, в ноябре или что-то такое. Короче, мы должны были в декабре пойти только попасть на прием в туб-диспансер. В садике как бы все поняли и сказали, да, ходите. Потом, как придете на прием, все там, доложите, принесете все справки. В результате что? В результате мы заболели. Как раз за неделю до приема в туб-диспансер. Представляете? Потому что тогда вот как раз зима была. Ноябрь, декабрь. Мы заболели и прием пропустили. Потом, знаете, мы болели-болели. Потом Новый год, после Нового года все тоже эти праздники. И до Нового года нам в садике еще сказали, пока вы нам не дадите справки вот эти все, если вы не сходите в туб-диспансер, после Нового года в садик мы вас не возьмем. Представляете? Мы такие, опа, опачки, думаю, прикольно. Ну вот праздники прошли, мы опять там что-то болели-болели. В общем-то я записалась. И только завтра, завтра, вот 26 февраля, мы попадем на прием. В туб-диспансер. Я, знаете, я уже предлагала платно, чтобы побыстрее. Нет, нифига подобного. Что нужно, чтобы попасть на прием? Нам нужно, во-первых, всем, кто тут живет в квартире, всем сделать флюшки. Всем, не всем, а на стеночке сдать там вот анализы обычные, да, вот эти стандартные направления. И документы, и с этими документами вот уже в туб-диспансер. Вот такая вот ерунда. И, видите, у нас, если бы это было все платно, можно было как-то, да, разобраться, мы бы давно уже ходили в садик. Я взвесила, я поняла, что дай бог, дай бог, если мы попадем в садик в марте, то там уже, знаете, марта принимает 3 месяца, и все. И уже лето. Я думала, вообще, какой смысл заморачиваться сейчас, ходить, чтобы попасть вот на 2-3 месяца в садик. Ну, я смотрю, просто на стеночку скучает. Если бы Настя бы не просила садик, я бы вообще забила. В садик она все равно, как бы, понимаете, 2 недели ходит, 2 недели болеет. И вот так вот постоянно. Когда она болеет, Катя от нее заражается, они ей по очереди болеют, и эти все болячки, вот эта зима, вообще, у меня это просто, я уже не могу. И, кстати, по поводу школы. Многие спрашивают, Марина, что со школой, что вы будете делать? В школу уже можно было спокойно подавать документы, то есть на зачисление в школу, да, в какую вы хотите. Но есть одно «но». Есть одно «но». Сейчас я вам его прочитаю, и вы все поймете. Я думаю, мамочки с этим ноги, наверное, сталкиваются. И как раз хотела бы услышать ваше мнение, ваш опыт, как вы в этой ситуации поступили. Смотрите. Отдать ребенка в общеобразовательную организацию можно 6 лет и 6 месяцев до 8 лет. Первый класс, да? Запись в первый класс детей, проживающих на закрепленной общеобразовательной организации территории, начинается с 1 февраля, да, то есть уже как почти месяц можно было. И завершается 30 июня текущего года. Запись детей, не проживающих на закрепленной территории, то есть это мы, проходит с 1 июля до 5 сентября текущего года. Прием заявлений прекращается раньше, если закончатся свободные места в учебной организации. То есть, получается, так как мы живем тут, и мои дети прописаны на юго-западе, в другом районе, то есть получается, мы тут никак не закреплены, и мы попадем в школу только, вот, я не знаю, как с 1 июля, а только с 1 июля мы только поедем, напишем заявление, и когда неизвестно, в какую школу мы попадем, в эту, в эту или в эту, вообще просто. Я так расстроилась, потому что у нас есть на примете одна школа, мы хотели туда, так как Настя на подружку тоже туда лет, мы хотели их вдвоем в один класс отдать, но я крайне сомневаюсь, что мы туда попадем, и вообще, куда мы попадем, неизвестно, просто потому, что мы, видите, не местные. Я еще хотела пойти на занятия дошкольные, да, именно в ту школу, в которую мы пойдем, да, и чтобы она там познакомилась и с детками уже, и чтобы она познакомилась с учителями, но какой прикол будет ходить в школу, со всеми познакомиться, а нас направить в другую школу. Мы пролетим, я очень расстроилась, ну, так что не знаю, что делать, девчонки, напишите, ну, вообще, по своему опыту личному, как вы в этой ситуации поступили, что делали, может быть, какие-то советы мне дать, может, я что-то не знаю, может быть, я что-то не понимаю. В общем, жду от вас комментариев. Вот, так что на этом я влог свой закончу, и так он, наверное, длинный получился. Спасибо всем большое за внимание, пока-пока. Давай еще. Кстати, мне проткнуло нос, что у меня шкура пошла, представляешь? Низь, это что, блин, а?